Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Если такая мировая держава, как США, хочет сохранить и расширить своё господство, то что же она будет в таком случае делать? Правильно, она будет искать болевые точки или уязвимые места крупнейших соперников и потом придавать их экзекуции в медиа. Каждый сегодня знает, кто является крупнейшими соперниками США. Это Россия, Иран и Китай. Но также и Саудовская Аравия стала для США опасной по той же причине, что и Ливия. Как Ливия освободилась от своих государственных долгов и тем самым сделалась независимой от доллара, так и Саудовская Аравия находится со своими 3,6% государственных долгов в опасной близости от этой обетованной земли. Давайте теперь сравним эти факты с мировыми новостями о 27 марта 2014 года. Здесь вы вживую переживёте, как начиная с самых начатков всё стратегически идёт в направлении унижения главных соперников. Последний доклад Amnesty International вновь показывает, как это происходит. Всё начинается с внезапного сообщения, что в прошлом году во всём мире было казнено 778 человек. Потом всё напрямую переходит к делу. Теперь это по своей сути небольшая цифра, целенаправленно раздувается и разбирается на составные части. Далее говорится следующее, цитирую. «Это официальная цифра. Вероятно, что смертных приговоров было намного больше, может быть, несколько тысяч. И далее. За большинство смертных казней, скорее всего, несёт ответственность Китай, которого нет в перечне статистики Amnesty International. Видите ли, как это происходит? Из одного лишь предположения сразу же строится гипотеза, или другими словами, обвинение. Самооправдание этой гипотезы просто. Посмотрите, и в следующей цитате, как из простых предположений, всё же строится жесточайшее обвинение». Цитирую. «Китай обрабатывает данные о смертных казнях как государственную тайну», пишет Организация по защите прав. Amnesty International даёт свою оценку. «В этой громадной стране в прошлом году были убиты тысячи заключённых, гораздо больше, чем в оставшейся части мира. Видите ли, дорогие зрители, так рождается клевета. Народ, верящий СМИ, начиная с самого начала, будет повсюду распространять эту клевету. И душа народа начнёт кипеть. Кипеть против кого? Конечно же, против Китая. Но стратегическое унижение главных соперников идёт ещё дальше. Обратите внимание на то, кто же ещё вступает в игру». Я вновь цитирую. «Помимо Китая есть ещё несколько стран, в которых совершается 80% мировых смертных казней, а именно Иран, Ирак и Саудовская Аравия». Конец цитаты. «И вот перед нами все главные соперники. Изюминкой среди них Amnesty International сделал Иран. Также по отношению к Ирана эта организация считается сотнями неофициальных, то есть неподтверждённых смертных приговоров. Но можно ведь уже всё равно во всеуслышание распространять по всему миру их догадки. Разумеется, этот доклад закончится указанием на, в общей сложности, позитивную тенденцию во всех других странах. Отмена смертной казни в 140 странах, конечно, является положительным сдвигом, но радость от этого становится несущественной. Если вспомнить, что намного глобальней, человечество страдает из-за СМИ. Самоубийство из-за моббинга СМИ, подстрекательство к войнам, в результате которых гибнут целые народы, вот плоды современной журналистики. Наступило время открыто заявить. Эти смерти на совести средств массовой информации. Вы тоже устали от СМИ? Тогда следите вместе с Клегемао. Этот мир нуждается в вас». Продолжение следует...